всем доброе утро я люблю начинать влог таким образом когда у нас идет дождик да да я имели говорить дождь дождь а еще у нас тут чапон вот такой вот салат и здесь тертая морковь свекла говядина и картошка и это все потом заправиться чем-то ну вообще да он столько делается мама нам делает без лука кстати от я знаю что-то чефан многие называют по-другому вот у нас он как чефан проходит под таким названием ребят всем привет у нас уже день мы сейчас едем отмечать 8 марта это же такой мега супер классный праздник смотрите на мою алёнушка да не отходи пусть и посмотрит на алену алена приехали мы знать чизкейк factory но сначала я вам расскажу самую интересную историю в мире да как все мои истории это самое интересное мы к трем как бы сюда приехать должны были чизкейк factory а на час 30 мы записали с педиатру там просто нам было забежать один вопросик спросить ну буквально как бы зашел выше вот вот если мы просто шли увидели его ну минуту бы у нас заняло ему бы ушли а там как обычно просто ты заходишь 20 человек перед тобой почему-то хотя у тебя вроде запись на час тридцать ты приходишь час тридцать и ждешь все равно там до двух допустим в два ты заходишь и еще потом теме сестра там спросит спросит пару вопросов ты потом еще полчаса сидишь ждешь педиатра или просто как больше то не спрашиваю почему чё за фигня почему-то типа мы приходим постоянно ждем оказывается они на час тридцать там блин их пропускают из другой страны пошел обходить оказывается вот сейчас тридцать у них есть четыре человека записывается потом в час тридцать пять еще четыре человека записывается и так каждые пять минут могут записаться по четыре человека и так мы зашли в ческейк-вокторе я вам по почте расскажу сейчас я запишусь немножечко отступлю от своей мега супер классной истории у меня была резервация на три часа мы приехали сейчас время 2.25 и я говорю ну типа мы чуть-чуть рано приехали там на полчаса посмотрите у вас есть столы свободные она говорит да как тебя зовут я говорю типа павел на три часа она такая смотрит на файл тебя говорит нет списке когда как нету тут есть какой-то бэйзл игрота я они постоянно моим имя коверкнут пишут неправильно как привык я знаю что они п путают в ну вот как вене перепутать на заедина да может не именно на западе бэйзл так и спавел без просто стол мы вот человек ночи двигается вроде так я залез дочина туда к самому краю так вот вернемся к педиатру представляете ли них на каждые пять минут записывается по четыре человека то есть не обязательно возможно там кто-то и не может допустим час 35 я не там на два часа ну грубо говоря и мы все приходим вовремя то есть не раньше не позже просто вот час тридцать мы пришли в час 30 и цирепи нами люди мы сидим ждем как просто какие-то я не знаю она говорит о чем почему вы не раньше приходите обычно все если записывать на час 30 то то есть четыре человек пришел с первого тот первый пойдет в общем мы не дождались нашей очереди постоять там 10 минут я поспрашивал про почему-то долго ждать надо и мы ушли и к чему я вообще-то клонил если среди нас есть педиатры среди нас всех есть педиатры напишите пожалуйста кати либо в instagram либо мне на почту знаете надо бывать такие моменты какие-нибудь вопросики просто небольшой маленький вопрос ради которого идти к педиатру мы просто незачем так у нас не знакомых не у кого спросить а так бы там ну буквально минуту что надо узнать там отправить фотографию там в маленький вопрос мы можем проконсультироваться с вами поэтому если вы педиатр напишите пожалуйста нам здесь такое освещение кати прям на голову светит как будто она вампирша знаете такая бледная бледная знаете почему мы пришли в чизкейк фэкторе потому что здесь чизкейки нету чизкейки и 8 марта ночи здесь меню на 300 плюс позиции это одно из самых больших меню в мире здесь просто на любой вкус и цвет найдется и да и поэтому мы здесь офигенные прочих и да и чизкейки а что здесь очень классный хлеб но почему-то его не принесли для нашли может ожидал пока мы закажем что вы думаете пойдем хлеб поедем и идем на самом деле самая главная причина почему мы с вами приходим потому что здесь пекут хлеб прям здесь и он такой офигенный просто давайте убежим можно как не приходить хлеб заказывать и убегать дать ну вот это как бы не очень а вот этот черный он офигенный его кстати в альберт санции продается но не такой вкусный как здесь просто здесь на такое из печки достали его ну да 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 он замороженный надо его тоже разогревать короче просто микроволновки знаешь или в духовке но низ подсыхал я что-то уже не помню в ассетом крике папа заказал все хибачи стейк не раз такого не ела себе понять что это такое но звучит очень классно вот это заказала fish and chips сегодня будет амели есть рыбу а у меня бургер обычный бургер вот это наверное салатик очень вкусный вот праздник же надо себя баловать правильно смотрите мама заказала свит стейк а у пашки у меня бургер с луком который я не ем но я подумал что его будет не так много и ну и сказал родителям ну да можно было подвесить но он легко убирается ну и конечно как же без чизкейков взяли с собой несколько штучек вот этого как-то долго я уже устал стоять свои набои и теперь катя стоит в очереди может как бы заказали но теперь ждем пока пакет нам их поставят вон они стоят наши чизкейки я кстати не заказывал крем слышишь ну крем не брал мы уже вернулись домой проснулась наша принцесса красивая доченька ты спала что ли ты какая силы она когда просыпается она так руки вверх делает и делать потягушки ладно мы еще заехали в супермаркет купили немножечко продуктов и он сейчас побыстры схеме между прочим покажу их очень быстро вот что мы купили сегодня три упаковки курицы яйца помидоры голубика и упаковочки для на 1 доллар что очень дешево ежевика 6 долларов это я не знаю написан ты персик пекан соудили шедели фри д д и в общем из молока короче родители взяли вот такой себе мороженка филадельфия мартаделла ветчина авокадо картофан кровавые апельсины ведь они такие как бы красные и они внутри вот значит хлеб сегодня один брали один бесплатно на этом в морозилку его уберем и он будет с ним все нормально сегодня наконец-то продавался мой хлеб вкусный бриошь уля-ля здесь написано цена 6 долларов но в самом деле он 5 долларов стоит а вот этот 4 доллара стоит но так как они бесплатно то по 2 ночи он стоит 4 доллара допустим хлеб дорогой я знаю самый дешевый хлеб который вы можете найти за доллар каком 99 центов типа молочный хлеб короче тем какой-то стоит доллар это самое дешевое так вот тут йогурт и чуба они тоже они там по доллару вот это я не знаю сколько стоит лайкос в общем это сгущенка для вечера тут коричневая на рисунке но она внутри обычно как короче как сгущенка белая до 269 она стоит это единственное что а вот такие две пачки взяли короче по 4 штуки то есть две упаковки по 4 8 8 упаковок салфеток каждая 6 долларов 100 то есть 12 долларов за это только дали и плюс одна еще пачка молока зачем я называю цены потому что за все вот про все дали мы 95 доллара нас а где чек сейчас покажу ну давайте проверим смотрите вот молоко сгущен 269 за штуку это у нас короче 12 долларов за две пачки салфеток потом это какая-то фигня это филадельфия это йогурт и вот всякие пошли за доллар это мартаделла колбаса это ветчина 560 туху курс скачет это яйца 279 так фокус дружище в этом что чтобы молоко 3 доллара так это у нас две упаковки голубики 2 доллара авокадо вот у нас вышло сколько так это пельсин 4 доллара blackberry 6 долларов ежевика это мой хлеб бриошь 5 долларов потом это что у такое чуть не помню а мороженое 549 потом так это скидка какая-то 449 на мороженое на катя на мороженое 449 потом это три упаковки курицы ну то не столько стоят помидорки 2 с половиной доллара картошка 348 33 цента это чеснок так это хлеб 4 доллара и вот как так и все вместе получилось 95 долларов а вот налоги 1 доллар это заплатили за салфетки все остальные продукты на них наук не начисляется это оказывается родители мороженое стоит 549 и долларов скидка то есть 449 а катина мороженое я не просканировал я забыл я даже почему его не подсканировал потому что мы его просканировали на телефоне посмотреть купоны я выпускать да я у нас на телефоне просканировал и у меня мозг сразу так это мороженое просканировали и я его не стал сканировать этой штучкой короче жулиген что сегодня мы сэкономили 16 долларов написано по этой карточке спас митовской плюс мороженое да она тоже стоила вот как раз четырех с половиной мы же кстати купили три ческейка и знаете с чем мы будем его пить с чаем логично да но не из-за этого чайника а из нового чайника я заказал решили сразу заказать хороший чайник вот да еще на него скидка была он кажется 129 стоит чуть тип того и мы его за 85 взяли на каком-то там сайте что-то про кухню там короче не помню и в общем сейчас покажу вот фирма кичинэйт вот такой вот серый чайник это кстати нам сказал подписчица саша тебе привет за наводочку спасибо большое сразу небольшой обзорчик вот так вот он выглядит ну таким же цветом у нас просто серебристым здесь можно посмотреть на 17 литров ну как бы прозрачный короче и здесь электронную живут циферблат я даже не знал он оказывается держит температуру то есть можно нагреть для определенной поставить холл темп и он будет всегда теплый я не знал этого короче включить выкрал тут температура про можно по градусами так понимаю устраивать на 50 а с шагом 10 градусов и кстати удобно что в цельсии то у нас раньше фоли фаренгейт их было кнопочка только хоп открылась внутри чистенькие какие-то там датчики выше к блеск и все что удобно тут штучка но короче фильтр с сеточкой у нас был как один раз чайник вот этот у нас сеткой был который новые выкидываю обладен чайник там была не сетка просто такие кругляшки как бы если была накидь она все равно могла пройти туда тут сетка задерживать но и можно снять и помыть не буду это показывать прикольно выбрасываем и вот этот чайник здесь как бы тоже была температура старт сидела и тут шаг был 15 градусов они сначала 15 10 потом 5 10 12 странно пошагово ну короче киса ты знал что тут тоже есть keep one кнопочка я не знал что типа его можно было ну ты знаешь допустим что будешь пить поставил там 175 и нажал и все прикинь я не знал что здесь есть кнопка держать импульс а он кипел сумел постоянно а конечно знал я это я просто знал что он шумит и поэтому не пользуюсь но блин ребята не думайте что я тупой вот это фильм и эрозии и тут тоже такой же этот тоже фильтр он просто немного заржавел хотя он стоим листил короче не знаю почистили лимонной кислотой у нас но не отшла и поэтому и круче руки до взяли другой чайник от кичина и до хорошей фирмы сейчас включил его и он показывает сколько сейчас температуры что он включен и сколь он не добрался уже нагрелась и сильненьким подсвечивается и честно неудобно что здесь сделано я допустим 0 я не хочу посмотреть снос сколько объем налил а вот дом никогда здесь бог хоть как-то руку убирать делать это все мелочи так чайник прикольный конечно мы взяли вот такой новый вкус чизкейка это вери черри черрордели вот мы не раз такого не пробовали а на вишневый ради какие-то кокольки вот такой вкус еще гадаева это просто шоколадным тоже очень вкусный и еще салтит карамель соленая карамель тоже очень но тут прям нереально сладкий дучу и такая отвергнулась не снимай скорее но у всех конечно же вопрос понравился ли эмили чефан очень вкусный я им поставил личную оценку 7 из 10 ну по вкусовым качествам даже на 80 с половиной минус полтора балла за то что картошка не сочетается с маленькими нарезанными морковкой и цвекой дай мне косил костюмчик маленький кисенька почему это у нас так много розовых вещей надо меньше розовые просто как бы нет ну и новые вещи у нее него зимы типа летние до находила сегодня в голубом и в желтом на 100 500 раз над ним переодевается понравился тебе новый чизкейк мне ну понравился но не так чтобы вау все-таки шоколадный вкуснее намного не было нам и почему-то больше да да еще не конфета в этом бари-чери чередели прям куски вишни да вообще кого-то вообще я ненавижу когда в картах на стесненский тип вот я был с не пирог кто-то кусок яблоков не нравится ай пора спать да уже прощаться видимо спать хотим потому что всем пока пока моя красивая рука